был генерал Гелен, который предложил американцам свои услуги, услуги своей структуры, которая стала ядром действий американской разведки на несколько послевоенных лет против Советского Союза. Так что в этом нет ничего удивительного. Значит, что могли предложить нацистские лидеры, какие предъявить могли козыри? Ну, это традиционные вещи, кнут и пряник. Кнут – это угроза подвергнуть бомбардировке новым оружием восточной побережье США и авторы пишут, что есть сведения, что демонстрация была проведена и американские власти представили это как взрыв снаряда неподалеку от Нью-Йорка. Но пряник был значительно мощнее. Что это был за пряник? Во-первых, это награбленные богатства. Дело в том, что американцы захватили только золото Рейха, государственные деньги. Это было 20% общих запасов. Это известно нам не только из этой книги, но и из других. Кстати, значительная часть этих золота Рейха пошла, это деньги плана Маршалла. Это были не столько американские деньги, сколько вот то, что они захватили. Но кроме золота Рейха было золото партии и золото СС. А вот это американцам захватить не удалось. Это нацистам удалось спрятать. Вообще, ограбление Европы было одной из составляющих гитлеровской политики, в частности, Второй мировой войны вообще. Впрочем, по некоторым сведениям, военно-морская разведка Германии, вообще нужно сказать, что военно-морские разведки практически во всех серьезных странах являются ядром разведслужб. Так складываются обстоятельства. Так вот, еще в 1931 году военно-морская разведка Германии составила список крупнейших государственных и частных коллекций произведений искусства, антиквариаты и нумизматики в Европе. После оккупации нужно было только подгонять грузовики. Это было сделано в 1931 году с немецкой педантичностью. Есть очень интересная книга, но мы о ней сегодня не говорим, но, поскольку мы заговорили об ограблении, имеет смысл ее вспомнить. Ее автор, наш автор Мосякин, называется «Запеленой янтарного мифа». Это история ограбления Гитлером Европы. Вот что пишет Мосякин. «История Второй мировой войны – это не только вполне изученная картина военных действий, но и еще не вспаханная целина бесконечных перемещений, насильственных изъятий и гибели культурного и исторического наследия целых народов. Под грохот пушек творился вселенский круговорот сокровищ. Эшелонами из одних мест в другие вывозились произведения искусства, ценности дворцов, музеев, церквей, библиотек, частные и государственные архивы, имущества граждан. Сначала народы большинства европейских стран ограбили гитлеровцы и их приспешники, а потом награбленные ими прихватизировали победители, прежде всего американцы. И здесь надо отчетливо понимать, что за этим стояло непримитивное воровство, хотя и оно имело место, а нечто гораздо большее. Еще Гитлер хотел использовать награбленные им ценности как инструмент в будущих мирных переговорах. Об этом пишет в своих мемуарах Альберт Шпеер. О том же есть документы в архиве Штайна. То есть в данном контексте важно, что Гитлер исходно собирался использовать награбленные в качестве гильки на весах мирных переговоров. Ограбили немцы систематически и в огромных масштабах. Этим занимался оперативный штаб Рейхслейтера Розенберга. «Einsatzштаб Рейхслейтер Розенберг für die Besetzen gebette» под руководством самого Альфреда Розенберга. Значит, один козырь – это награбленное. Второе – убойный компромат на мировую верхушку, нарытый немецкой разведкой и агентурой влияния в 20-е и первой половине 40-х годов. В немецкой немцы работали по разным направлениям. Скажем, отдельный отдел был по еврейству и масонству, отдельный был по Америке, отдельный по Советскому Союзу. То есть у них был компромат, который они могли выложить, и там, если учесть, как британцы и американцы вкладывали в Третий Рейх, как они ввели Гитлера к власти, там было очень много неприятного. И, наконец, третье – по счету, но не последнее. Часть технических достижений Рейха – патенты, технологии. Третий Рейх по целому ряду направлений обогнал СССР и США, как говорят специалисты, на десятилетия. И кое-чем они могли, так сказать, поделиться. Например, автор вот этой книги, Джим Марс, рассказывает следующую историю. Он ставит вопрос, он не утверждает. Он говорит, ссылаясь на автора книги «Критическая масса», «Как нацистская Германия отдала обогащенный уран для создания американской атомной бомбы», автор Хидрик, и Марс на него ссылается. Дело в том, что бомба «Малыш», «Литл Бой», сброшенная на Хиросиму, содержала 64 килограмма, 15 грамм, 150 грамм обогащенного урана. Но с 1944 года американцы больше ничего не произвели. То есть там хватало на одну бомбу. Возникает вопрос, а что было в бомбе, которую на Нагасаки сбросили? И вот Хидрик высказывает следующую гипотезу, которую поддерживает автор этой книги. У нас есть ряд наших специалистов, которые сомневаются в этом, но имеет смысл привести эту гипотезу. Дело в том, что загадка разрешается, если предположить, что уран и взрыватели были переданы американцам, в частности, в обмен на отказ от преследования после войны нацистской верхушки. Есть ли свидетельства в пользу такого предположения? Есть. Например, была подводная лодка, подводная лодка У-234, которая отплыла из Киля в марте 1945 года. На борту находились изобретатель взрывателя для атомной бомбы доктор Хайнц Шлике, два японских офицера, полковник ВВС Гэнзо Сёси и капитан ВМС Хидео Томокага, а также 240 метрических тонн груза, включая два разобранных истребителя Мессершмитт-262, взрывателей и 10 позолоченных цилиндров с 560 килограммами окиси урана. Этого хватило бы для восьми таких бомб, которые бросили на Хиросиму. Так вот, использование позолоченных цилиндров, пишет Хидрик, свидетельствует о том, что речь идет о высокообогащенном уране-235. И японцы и вносили такие, так сказать, емкости, там было написано У-235. Немцы, которые, экипаж подводной лодки, они смеялись над японцами, потому что подводная лодка У-234, они говорили, ну что, они даже номер нашей подводной лодки перепутали, но на самом деле речь идет не о номере подводной, на подводную лодку У-234 принесли уран-235. И лодка ушла. Однако 14 мая 1945 года, как пишут Хидрик и Марс, У-234 получила из Берлина приказ, обратите внимание, 14 мая. Берлин уже взят, но из Берлина пришел приказ сдаться американцам. Узнав о сдаче, японцы покончили самоубийством, харакири сделали, были похоронены в море. Когда американцы официально предъявили захваченный груз морскому ведомству, в нем отсутствовали оба истребителя и 70 тонн груза. То есть за те 24 часа, которые произошли между тем, как подводная лодка всплыла и пришватовалась, и когда пришли официальные американцы, вот это все исчезло.